Ухтинский государственный технический университет Горно-нефтяной и промышленно-экономические лесной колледжи, а также индустриальный техникум. В 2012 году самый крупный факультет нефтегазопромысловый стал Институтом нефти и газа. Институт ведет обучение по трем направлениям бакалавриата. Самое популярное – нефтегазовое дело, имеет шесть профилей. Бурение нефтяных и газовых скважин, эксплуатация и обслуживание добычи нефти, газоконденсата и подземных хранилищ, сооружение и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ, эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефтегаза, а также эксплуатация и обслуживание объектов нефтегазового комплекса Арктического шельфа, который является уникальным. Буквально через несколько лет потребность специалистов по шельфу будет колоссальная, ведь предприятий, занимающихся разработкой и освоением нефтяных и газовых месторождений в Арктике, становится все больше. Направление «Техносферная безопасность» имеет профиль «Безопасность технологических процессов и производств», а в направлении «Стандартизация и метрология» профиль «Метрология и метрологическое обеспечение». Россия является одним из главных поставщиков леса на мировой рынок, и именно КОМИ – одна из самых богатых лесами часть страны. Институт готовит кадры по направлениям. Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств, профиль «Лесоинженерное дело» и «Технологические машины и оборудование для лесного комплекса и нефтяных и газовых промыслов». Направление землеустройства и кадастры. Профиль «Геодезическое обеспечение землеустройства и кадастров» включает в себя мероприятие по изучению состояния земель, планированию и организации рационального использования земель и их охраны, описанию местоположения и многое другое. Институт экономики и управления готовит бакалавров и магистров по экономике и менеджменту с профилями соответственно финансы и кредит и производственный менеджмент. Фундаментальные знания в области менеджмента, маркетинга, организации, анализа и контроля с учетом требований рыночной экономики в сочетании с практическими навыками позволяют выпускникам успешно работать в постоянно изменяющихся условиях современного бизнеса. Информационные технологии, электронный документооборот, хранение и уничтожение электронных документов, информационная безопасность – вот с чем придется столкнуться бакалавру по направлению документовведения и архивовведения. Выпускник по направлению экологии и праводопользования будет способен участвовать в проведении исследований в области экологии, охраны природы и наук об окружающей среде. С 2013 года направление бакалавриата «Реклама и связи с общественностью» и «Физическая культура» факультета гуманитарного образования вошли в состав Института экономики и управления. Студенты направления «Реклама и связи с общественностью» могут отточить журналистские навыки в многочисленных корпоративных изданиях университета. Уже сейчас трудятся в средствах массовой информации «Ухты», «Республики Коми» и «России». Выпускники направления бакалавриата «Физическая культура» могут работать в качестве тренера по виду спорта в детских спортивных школах, учителя по физической культуре, в сфере управления физической культурой и спортом, а также методистами и инструкторами в физкультурно-оздоровительных и лечебных учреждениях. Геолого-разведочный факультет является ровесником ВУЗа. Сегодня ГРФ готовит специалистов по специальностям прикладная геология и технология геологической разведки. Прикладная геология имеет специализации геология нефти и газа и прикладная геохимия, петрология, минералогия. А геолого-разведчики могут пройти специализации информационной системы в геолого-разведке или геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых или геофизические методы исследования скважин. Кафедры факультета выстроили многоплановые отношения с различными научно-производственными и производственными предприятиями геофизического и геологического профиля, а также с компаниями ТЭК Республики Коми. Выпускники архитектурно-строительного факультета могут спроектировать и возвести здание, а также полностью обеспечить его водоснабжением, теплом и другими коммуникациями. На этом факультете два направления бакалавриата. Строительство с профилями промышленное и гражданское строительство, теплогазоснабжение и вентиляции, водоснабжение и водоотведение и архитектура с профилем архитектурное проектирование. Дипломные работы архитекторов ежегодно отмечаются наградами республиканских, российских и даже международных конкурсов. Отмечаются как одни из самых креативных, продуманных и серьезных. Научиться разбираться в компьютере можно, обучаясь на направлениях подготовки информационной системы и технологии, а также информатика и вычислительная техника. Бакалавры этих направлений занимают должности системных администраторов, ведущих специалистов по разработке и сопровождению корпоративных информационных систем, программистов. Студенты направления электроэнергетика и электротехника могут успешно решать технические и производственные вопросы в области электропривода и автоматики промышленных установок. Ухтинский университет дает возможность раскрыться талантам студентов во всех сферах. Подготовиться к экзаменам помогает богатый книжный фонд университетской библиотеки, читальных залов и сами преподаватели. Ребята могут отдохнуть в студенческом санатории и профилакторию университета, а в распоряжении иногородних студентов 10 комфортабельных общежитий. Ухтинский университет – уникальный и многогранный образовательный комплекс, обладающий огромным потенциалом и перспективами развития. Именно поэтому с уверенностью можно сказать, впереди у ребят интересная, насыщенная событиями университетская жизнь и успешное будущее.